Хоккейный клуб «Амур» завершил очередную серию домашних игр. С начала года хабаровчане провели на льду Пласть-Нумарины 4 встречи, 3 из которых стали победными. Накануне команда сыграла с китайской «Кунь-Лунь» «Ред Стар». Этих соперников «Амур» принимал уже второй раз подряд. Самые яркие моменты игры в репортаже Ульяны Крамаренко. С первых минут матча «Амур» продемонстрировал, что так просто победу не отдаст. Хабаровчане превосходили соперников скоростью и моментами для реализации. На 12-й минуте нападающий Александр Шаров открыл счет. Для этого игрока шайба стала первой в составе дальневосточной команды. Хочется доказывать, что мы не хуже, тоже хотим играть побольше. Поэтому все стараемся. Повелось им. Второй тайм болельщикам запомнился не только яркой игрой. За 7 секунд матча хабаровчане сумели забить сразу две шайбы и установили новый рекорд клубов КХЛ. Отметилась последняя домашняя игра и зрелищным рукопашным боем. Драку на льду затеяли нападающий Томаш Загорна и форвард гостей Спенсер Фо. Еще, еще, еще добавляет Томаш. Ну да, этот поединок явно будет за ним. В итоге чем-то даже смог ответить. Фу, давно не было драк. Да, здесь болельщик, конечно, радость. Радость сейчас поддерживает. Еще добавляет Загорна. Тяжело китайца, но Томаш Загорна явно будет побителем. Еще и бросил. В итоге третий период Амур начал с четырьмя игроками. Остальные оказались на скамейке оштрафованных. Но несмотря на удаление в хабаровской команде, Кунун Ред Стар смогли забить гол лишь единожды за 6 минут до конца матча. Итог встречи 3-1. И в копилке Амура 7 очков из 8 возможных. Игра была напряженная. Все хотели победить. Немножко переросло наше напряжение, скажем, в удалении, которые нам совершенно не нужны были. Немножко игра обострилась. Но, тем не менее, мы достойно выстрелились. Всем ребятам огромное спасибо. После этой победы Амур закрепился на 10-й строчке Восточной конференции. Это хорошая заявка на попадание в плей-офф. 17 января у хабаровчан начнется выездная серия игр. Ближайший домашний матч состоится 26 января. Амурские тигры встретятся с Салаватом Юлаевым. С этим соперником у хабаровчан состоится также двухматчевая серия.